А что, надо дивиться? Я не могу, как я ничего не сказал. А там, что не маю дати, ничего. Я так, но инстанция, могу я же надеюсь на продукты, соби взял так. Нет, вообще надо дивиться, конечно. Не надо, это не надо, бачите. Під чим не могу допомогти? А кто мальчиком? Зараз на переверки никто не поднялся, инстанция на запись трассы женщин. А что, приходи, можно взорваться? До администрации магазинчиков. Ну, треба дивиться, просто, когда покупаете товар, вы не видите, что делается? А, можно я письмо ввести на листочку, припечатлено, что вы не спросите, что вы не знаете, что вы не знаете. Нет, мы такой не можем. Потому что, просто, если вы напишите скару, значит, мы подаем скару в Кабинет Министров, Кабинет Министров, надо их разрешение на поведение Казахстана в церкви. То, может, пожалуйста, чтобы не спросить денег. Выберите, что вы там сдали в Кабинет Министров, но родина Пасхова, то я прошу все дарено, трансль по Чартово. Придет разрешение администрации магазинов, а еще надо дивиться. Ваш отдел по Украине, в области Кмунецкой, в области Кмунецкой? В области есть только одна инспекция. Все, что вы получаете зар облачной плотности за то, что вы не знаете. Мы не работаем практически. Сидит два человека. Перепрошу, вы получаете заробную плоту? Да, я получаю 50%. Вы получаете заробную плоту за то, что вы получаете. Мы не цитали, почему вы ничего не делаете с этим природными? А это, пожалуйста, ответственный момент, как у меня это министра. У вас есть еще это? Что есть-то тренинг? Что вы хотите, то родите, так что, извините, хлопцы, мы рады вам дополнить, но вы знаете, сколько сейчас людей травится? Вы даже этого не понимаете, что на сегодняшний день на таможне нет пункта пропуска, санстанция была на таможне, которая хоть какие-то документы проверяла, сейчас никто ничего не проверял. Вот вы пришли из-за булочки, а там действительно бувають люди, травляться, все, что угодно буває. Ну, ничем никто не может допомогти. Сегодня, как у нас 19, вы говорите про то, что вы не понимаете, как все это делать. Давайте, тогда, значит, магазины имеют полное право продавать все, что угодно. Вот они это и делают. Это вырек, садотованный у нас 16 травня 2015 года, а сегодня у нас. Слушайте, ребята, вы понимаете, говорю, вы могли бы смотреть, для этого вам дали в магазине право смотреть на товар, покупать. Я доверяю, я украинец, я доверяю. Наташа, ну, чтобы доказать, я снимаю вот это, что это тот же чех, та же булочка. Ну, да, если вы не будете эти магазины менять, вы ходите, я вам покажу. Мы ходим на переверки, вы чувствовали, вы понимаете? У нас было такое вот, как по-европейски, да, что переверка, это не только для того, чтобы там штраф накладываться, для того, чтобы людина действительно спрямована, там, занималась той деятельностью и была для людей. Кажут, что этот мораторий створен пока для того, чтобы предприятия налагодили свою систему торговли, понимаете? А наши предприятия это не понимают. Они именно этот момент используют для того, чтобы нажиться и набрать соби кармани. И опять же, таких, как вы, споживачи, обдурите. Очень меньше мы обдурим, тем меньше мы кармани на объем. А вдруг завтра уже, так, будут переверки, понимаете? И уже не все. Вдруг завтра закончится торговля, пойдем за проверки. Понимаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...